Музыка Всем доброе утро! Я начинаю день с масочки. Надеюсь, вы уже не пугаетесь и привыкли к этому. Когда есть время, я делаю маски. Если есть утром время, делаю утром. Это Гардерика. И масочка мне нравится тем, что она похожа на глиняную, но она не сушит кожу. Сохнуть она может засохнуть, если вы не будете ее ничем сбрызгивать. Но я наношу тоники. Вот видите, уже у меня заканчивается от Плияна. Очень хорошее средство с аминокислотами. Вещь полезная. И здесь очень-очень мелкий такой распылитель. Я так на всякий случай несколько секунд глаза не открываю. Потом открываю нормально. Потому что все-таки активный такой очень состав. Маска у меня это уже заканчивается от бренда Фаберлик. Она мне нравится. Я ее использовала вот первый раз по вашим рекомендациям. И вообще, я уже говорила, что масочки Фаберлик мне нравятся. И я считаю их наиболее удачным сегментом в бренде. Какая-то бесконечная. И все равно еще осталось на одно нанесение. Ну, может быть, на лицо. А может, и на зону шеи и декольте тоже растяну. То есть, она такая... Похожа на глиняную, но на самом деле в итоге оказывается крем. Такое лого с центра Москвы. Это памятник гренадерам на Китай-городе. Очень интересное такое сооружение. Вы видите. И вообще, я ужасно люблю гулять по центру Москвы. Я не всегда тут снимаю, поскольку уединяюсь для того, чтобы подумать, поразмышлять. Вы представляете, такой сильный ветер только что был. Вот, с трудом верится. Настолько быстрые порывы. Вот прям налетают буквально. И потом прекращается все. И опять прекращается дождик. Нет, еще идет. Поворачивает зонтики в обратную сторону. Уже второй раз у меня ломается зонтик. Да, вот это летом. И очень-то получается поснимать и погулять. Потому что вот такая вот погода. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас хочу почитать для вас рассказ Чехова, который мне очень нравится. И вообще, напишите мне, пожалуйста, как вы поддерживаете такую идею периодически читать что-то перед сном. Что-то интересное для того, чтобы просто мозг наш развивался, чтобы учиться хорошо и правильно говорить, чтобы было у нас с вами все-таки какое-то воображение. Потому что переваренная информация в интернет, которая вам выдается, она не развивает нейронные сети. И таким образом просто является такой информационной жвачкой. Для того, чтобы научиться хорошо говорить, для того, чтобы все-таки развивать свой интеллект, необходимо читать, как бы вам хотелось этого или не хотелось, говорю вам, как педагог в ораторском искусстве, актерском мастерстве и технике речи. Это обязательно. В общем, сегодня мы с вами читаем экспериментально, да? А вы мне напишите, пожалуйста, нравится ли вам такая идея и каких авторов вы хотели бы почитать вместе со мной. У меня вот такое старенькое издание Чехова. Мне достались эти книги от бабушки. И это еще, я скажу вам сейчас, какого года издание, 50-го, представляете? Я думаю, у многих вот такие старенькие книжечки есть. Они такие вот, ну, как не бумажная, а тканевая такая основа у них. Поэтому выглядят они не очень, но это огромное-огромное собрание сочинений. Итак, у нас сегодня с вами произведение Чехова Антона Полча «Овреде табака». Это небольшой рассказ, но, как мне кажется, очень поучительный и забавный. Это небольшое лицо Маркел Иванович Нюхин. Мне очень нравятся там фамилии всегда. Муж своей жены, содержательницы женского пансиона. Сцена представляет эстраду одного из провинциальных клубов. Нюхин величественно входит, кланяется, поправляет жилетку и величественно же начинает. Милостивые государыни и милостивые государи. Моей жене предложено было, чтобы я с благотворительной целью прочёл здесь какую-нибудь популярную лекцию. Истинная учёность скромна и не любит фигурировать. Вот бы так всем сказать, кто любит фигурировать, да? Но ввиду названной цели моя жена согласилась. И вот я перед вами. Я не профессор и чужд учёных степеней. Но ни для кого из вас не составляет секрета, что я мнётся и быстро заглядывает в бумажку, которую вытаскивает из жилетного кармана. Что я вот уже 30 лет не переставая, жертвуя здоровьем и благами жизни, работаю над вопросами строго научного свойства. И даже печатаю иногда в местном органе научные статьи. Интересно, в каком органе он печатает. На днях сдана мною в редакцию большая статья под заглавием о вреде чиазма и кофеизма для организма. Предметом сегодняшней моей лекции я избрал вред, который приносит человечеству потребление табаку. Конечно, трудно в одну лекцию исчерпать всю важность предмета, но я постараюсь быть краток и скажу только о самом важном. Как враг популяризации буду строго научен. Вам же, слушателям, предлагаю почувствовать всю важность предмета и отнестись к моей настоящей лекции с должной серьёзностью. Вот так нужно начинать, мне кажется, каждое видео блогером. Кто легкомысленен, кого пугает сухость строгой научной речи, тот может не слушать и выйти. Делает величественные жесты, поправляет жилетку. Итак, начинаю. Прошу внимания, особенно прошу внимания у присутствующих здесь господ врачей, которые могут почерпнуть из моей лекции много полезных сведений, так как табак, помимо его вредных действий, употребляется также в медицине. Так, в 1871 году, 10 февраля, он прописывался моей жене в виде клизм. Заглядывают в бумажку. Табак есть тело органическое. Получается он, по моему мнению, из растения никотина табакум, принадлежащего к семейству солонез. Растет в Америке, главную составную часть его составляет страшный губительный яд, никотин. Химически он, по моему мнению, состоит из 10 атомов углевруда, 14 атомов водорода и 2 атомов азота. Задыхается, хватается за грудь, причем роняет бумажку. В воздуху, чтобы не упасть, балансирует руками и ногами. Ох, сейчас, дайте отдышаться, сейчас, сию минуту, силой воли я остановлю припадок. Бьет себя кулаком в грудь. Довольно, уф, минутная пауза, в продолжении которой Нюхен ходит по сцене и отдувается. Видимо, табак сам нюхает. С давних пор я страдаю припадками удушья, астмы. Эта болезнь началась у меня в 1869 году, 13 сентября. И тот самый день, когда у моей жены родилась шестая дочь Вероника. Всех дочерей у моей жены ровно 9, и сыновей же ни одного. Чему моя жена очень рада, так как сыновья в женском пансионе во многих отношениях были бы неудобны. Во всем пансионе один только мужчина – это я. Но почтеннейшие, высокоуважаемые семьи, верившие моей жене судьбу своих детей относительно меня, могут быть совершенно спокойны. Впрочем, ввиду недостатка времени, не станем отклоняться от предмета лекции. Итак, на чём я остановился? Уф, припадок астмы перебил меня на самом интересном месте. Но нет, худо без добра для меня и для вас, в особенности же для присутствующих здесь господ врачей, этот припадок может послужить прекраснейшим уроком. Наверное, уже все уснули, я так думаю, даже никак начать не можете. В природе не бывает действий без причины. О, боже. Поищем же причину моего сегодняшнего припадка. Прикладывает палец к колбу и думает. Да, единственное средство от астмы – это воздержание от тяжелой возбуждающей пищи. Я же, идя сюда на лекцию, позволила себе некоторые излишества. Надо вам заметить, что в пансионе моей жены сегодня блины. А, тогда можно понять. Каждая воспитанница вместо жаркова получает на обед по одному блину. Я – муж моей жены. Не мне бы кажется хвалить эту благородную особу, но клянусь вам, что нигде не кормят так осмысленно, гигиенично и целесообразно, как в пансионе моей жены. Я лично могу засвидетельствовать это, потому что в пансионе моей жены я имею честь состоять заведующим хозяйственной части. Я закупаю провизию, проверяю прислугу каждый вечер, подаю счет жене, шью тетрадки, изобретаю средства от насекомых, очищаю воздух путем пульверизации, считаю белье, слежу за тем, чтобы одна зубная щетка приходилась не более, как на пять воспитанниц. И чтобы одним и тем же полотенцем утиралось не более десяти девиц. Сегодня на моей обязанности лежало выдать кухарке муку и масло в таком количестве, которое строго соответствовало бы числу пансионерок. Интересно, он про табак когда-нибудь начнет или нет? Итак, сегодня пекли блины. Надо вам заметить, что блины предназначались только для воспитанниц, для членов же семьи моей жены. Готовилось жаркое, на каковой предмет имелась задняя телячья ножка, хранившаяся в погребе с пятницы прошлой недели. Моя жена и я пришли к заключению, что если мы не изжарим сегодня эту ножку, то к завтраку она может испортить. Но далее, вы слушайте, что будет далее. Когда блины были уже напечены и сосчитаны, моя жена прислала на кухню сказать, что пять воспитанниц наказаны за дурные манеры, лишены блинов. Таким образом оказалось, что мы спекли пять лишних блинов. Куда прикажете девать их? Куда отдавать их дочерям? Но моя жена запрещает дочерям есть тесто. Ну, как вы думаете, куда мы их дели? Вздыхает и качает головой. О, любящее сердце! О, ангел доброты! Она сказала, съешь эти блины сам, Маркеша. И я съел, выпив предварительно рюмку водки. Так вот, где причина припадка. Тут фраза по-немецки. Вот тут зарыта собака. Но, однако, смотрит на часы. Мы заболтались и несколько уклонились от темы. Будем продолжать. У вас есть такие знакомые, которые так разговаривают? С ума от них с этим можно. Итак, никотин химически состоит из... Нервно роется по карманам, ищет глазами бумажку. Я предлагаю запомнить вам эту формулу. Химическая формула – это путеводная звезда. Увидев бумажку, роняет на нее платок, поднимает вместе с платком бумажку. Я забыл вам сказать, что в пансионе моей жены, кроме заведования хозяйством, на мне лежит преподавание математики, физики, химии, географии, истории и наглядного обучения. Кроме этих наук, в пансионе моей жены предполагается французский, немецкий, английский язык, закон божий – рукоделие, рисование, музыка, танцы и манеры. Как видите, курс больше, чем гимназический. А пища, а комфорт. И удивительно, все это за самую ничтожную плату. Он рекламирует просто. Полные пансионерки платят 300 рублей, полупансионерки 200, приходящие 100. За танцы, музыку и рисование плата отдельная. По соглашению с моей женой. Прекраснейший пансион помещается на углу Кошачьей улицы и Пятисобачьего переулка в доме штабс-капитана Мамашечкиной. Для переговоров жену мою можно застать дома во всякое время. Программа пансиона продается у Швейцара по 50 копеек за экземпляр. Итак, приглашаю вас запомнить формулу. Никотин химически состоит из 10 атомов углерода, 14 водорода и 2 азота. Потрудитесь записать. Представляет он собой бесцветную жидкость с аммоманиакальным запахом. Для нас, собственно говоря, важны непосредственные действия никотина. И смотрят в табакерку. На нервные центры и мышцы пищеварительного канала. О, Господи! Опять насыпали. Чихает. Ну, что делать с этими мерзкими, негодными девчонками? Вчера насыпали в табакерку пудры. А сегодня чего-то эдакого, вонючего. Чихает и чихает и трет себе нос. Ведь это гнусно. У меня от этого порошка черт знает, что в носу делает. Нерзкие, гадкие. Вы, быть может, усматриваете в этом их проступки недостаток в пансионе моей жены строгой дисциплины. Нет, милостивый государь, тут не пансион виноват. Нет. Виновата общество. Вы виноваты. Семья должна идти об руку со школы. А между тем, что мы видим, чихает. Но забудем об этом. Чихает. Забудем. Никотин приводит желудок и кишки в титаническое состояние. То есть, в состояние титануса. Пауза. Однако, я замечаю на многих лицах улыбки. Очевидно, не все слушатели достаточно оценили всю высокую важность интересующего нас предмета. Ага, есть даже такие, которые находят даже возможным смеяться, когда с трибуны говорят истины, освещенные строгой наукой. Вздыхает. Конечно, я не смею делать вам замечаний, но дочерям, своей жены я всегда говорю. Дети, не смейтесь над тем, что выше смеха. Чихает. У моей жены девять дочерей. Старшие из них, они 27 лет, младшие 17. Милостивые государи, все, что только есть в природе прекрасного, чистого и возвышенного, все собрано в эти девять юных непорочных существ. Простите мне это волнение, эту дрожь в голосе. Вы видите перед собой счастливого из отцов. Вздыхает. Как, однако, трудно в наше время выдать замуж. Ужасно трудно. Легче найти денег под третью закладную, чем найти мужа хотя бы одной из дочерей. Качает головой. Ах, молодые люди, молодые люди. Вы своим упрямством, своим материальным направлением лишаете себя одного из высших наслаждений. Наслаждений семейной жизни. Если бы вы только знали, как хороша эта жизнь. Я прожил с женой 33 года. И могу сказать, что это были лучшие годы моей жизни. Протекли они, как один счастливый. Мик плачет. Как часто огорчал я ее своими слабостями. Бедная моя. Хотя я и с покорностью принимал наказание. Но чем я вознаграждал ее гнев. Пауза. Дочери моей жены не выходят так долго замуж, потому что они застенчивы. И потому что мужчины их никогда не видят. Вечеров давать моя жена не может. А на обед она никого никогда не приглашает. Но могу вам сообщить по секрету. Приближается к рампе и шепчет. Дочерей моих можно видеть по большим праздникам у тетки Натальи Семенны Завертюхиной. Той самой, которая страдает подучей. Я не могу больше. И собирает старинные монеты. Там бывает и закуска. Но по недостатку времени не будем удаляться от темы. Остановился я на Титанусе. Впрочем, смотрит на часы до следующего раза. Поправляет жилетку и величественно уходит. Прелесть. Сейчас есть, как мне кажется, самый простой вариант. Самая реклама это Инстаграм, Ютуб или еще что-то. И сейчас именно так, на мой взгляд, девушки привлекают внимание молодых людей. Ну, наверное, есть какие-то еще другие способы. Например, как у нас, более простые. Когда мы знакомимся, ну, где-то на работе, где-то в гостях, еще где-то. Но, вероятно, раньше было действительно сложно познакомиться. Друзья мои, напишите, пожалуйста, свои мысли по этому поводу. Каких знакомых вам напоминают эти герои, которых он описывал, он сам. И как вы относитесь к тем, кто вот так издалека начинает. А с другой стороны, я понимаю, что других вариантов просто не было. Иначе бы вообще никто никогда о них не женился, не выходил замуж. То есть, с этим было сложно. Ну вот, мои хорошие, я надеюсь, я вас немножко развлекала, повеселила. Буду ждать вас в комментариях. Пишите, пожалуйста, что вы об этом думаете. Каких авторов вы хотели бы услышать в следующих видео. Спасибо вам огромное за ваше внимание. Я желаю вам удачи. И будьте благодарны за то, что имеете. Читайте книги.